В очередной встрече Международного медиа-клуба «Формат А3». Сегодня у нас в гостях глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров. Поприветствуем. Валерий Валерьевич, тема нашего встречи звучит как «Статистика и социология против мифов и вымыслов». Расскажите, пожалуйста, о чём идёт речь и о социальных настроениях россиян. Если позвольте, я с кафедрой. Добрый день. Я представляю Всероссийский центр изучения общественного мнения. Это компания, которая в этом году отмечает 30 лет. Второй половине 87-го года, ещё в советские времена. Она была образована для того, чтобы регулярно, профессионально, объективно изучать мнения советских людей о разных аспектах жизни. В общем-то, это был большой прорыв, потому что коммунистическая партия Советского Союза считала, что она и так всё прекрасно знает, и даже лучше людей, чего они хотят. Потому что учение Маркса всесильное, ибо оно верно. И потребовалось много десятилетий, прежде чем коммунисты признали, что всё-таки в некоторых случаях стоит советоваться с народом и вообще как-то уделять внимание изучению мнения людей. Что, может быть, это мнение даже может отличаться от мнения советского правительства и ЦК КПСС. Вот. Несколько лет нам пришлось потратить на создание союзной структуры во всех республиках, в большинстве регионов, областей. Были созданы филиалы. Начались регулярные исследования, опросы. Примерно в конце 89-90-го году мы вышли на такой конвейер. Вот. Ну и через пару лет Советского Союза не стало. И не стало Всесоюзного центра изучения общественного мнения. Региональные отделения, республиканские филиалы. Пустились в независимое плавание. Ну а мы из Всесоюзного стали всероссийским. И с начала 92-го года мы существуем в этом статусе. Мы коммерческая компания. Якобы. Якобы потому, что 100% фракции принадлежит государству. И в сравнении в Газпроме государству принадлежит всего 52%. На 100%. Вот. Ну у нас нет своей строки в государственном бюджете. Поэтому все исследования, которые мы проводим, мы проводим на деньги наших заказчиков. То наши заказчики, это в основном опять же государственные органы. Но главный заказчик это администратор президента Российской Федерации. Кроме того, активно мы работаем с правительством, с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством образования и науки, ну и целый ряд других министерств и ведомств. Ну конечно работаем с региональными администрациями, а за периметром системы органов государственной власти, работаем с государственными компаниями разнообразными, их у нас в России немало. С частными компаниями, с некоммерческими организациями, с иностранными заказчиками, ну конечно поменьше. Они нам не очень доверяют, потому что полагают, что исследователи, которые работают в государственной компании, не могут быть 100% объективны. Таковы мнения, они имеют на него право. Я попрошу включить презентацию и может быть мне поассистировать. Ну 30 лет отмечаем в этом году, в декабре, надеюсь большой праздник, большой революанс. А сегодня я хотел бы вам показать довольно такую объемную презентацию, 30 слайдов, о разных аспектах жизни нашей страны, и в том числе Крыма, за последние 3 года. Постараюсь по самым актуальным темам пробежаться. Значит, если у кого возникнут вопросы, просьба немного подождать, записать или запомнить. У нас будет еще как минимум час, но и больше, для ответа на вопросы. Итак, следующий слайд. Вот 4 главных темы, которые мы сегодня осветим. Первая, немножко поговорим о том, как вообще проводятся опросы, техника, методика. Во-вторых, мы поговорим о социальном самочувствии на россиян, о общественных настроениях, об их векторе, куда они идут, ухудшаются, ухудшаются. Далее мы посмотрим, какое место Россия в мире сейчас занимает, и эффект отношения в России с миром находится, опять-таки по мнению россиян. И завершим мы на теме российского Крыма, каковым он является последние 3 года. Следующий слайд. Да, ну, как я уже говорил, Российский центр изучения общественного мнения, это одна из, не единственная, когда она была единственная, но сегодня одна из нескольких служб, которые специально занимаются изучением мнения России по различным вопросам. Кроме нас, есть еще две авторитетные, с историей, с профессиональными коррективами компании. Это фонд «Общественное мнение», Александр Славов, руководитель, и «Левада-центр», некоммерческий фонд, и руководитель Анин Кутков. Вместе с Овцовом вот эти 3 компании образуют так называемую «большую тройку» российских опросных служб. Мы очень рады тому, что у нас есть конкуренты, потому что на то и щука впродула, чтобы карась не дремал. По каким-то темам они, им удается более оперативно работать, задавать более интересные вопросы по каким-то нам. Ну и, конечно, мы получаем возможность, потому что существуют кроме нас еще другие службы, перепроверять наши данные. И для нас такая возможность есть, и, наверное, для вас, для читателей, зрителей, слушателей, для аудитории российской, зарубежной. Если нам не доверяете, идите к нашим коллегам. Как правило, если исследования проходят по сходным темам и в близкое время, и исследования проходят профессионально, то результаты оказываются очень близкими. Не тютелька в тютельку, потому что в нашем опросном ремесле, как, наверное, и в каждом другом, детали, нюансы, акценты всегда имеют значение. Но в целом результаты, что называется, хорошо бьются. Это значит, что свою работу профессионально делаем и мы, и наши коллеги. Для нас в целом главный фокус, это, конечно, Россия. Ну, как я уже говорил, мы работаем, прежде всего, для органов государственной власти Российской Федерации. Вот, поэтому и для них интересно. Прежде всего, наша страна, другие в меньшей степени. Но периодически работают на постсоветском пространстве. Раньше на Украине работали, бывало, когда это было можно, сейчас это практически нереально. Но в других странах, где к нам относятся, к нам, к России, то есть более комплементарно. Такие исследования мы проводим довольно часто. Вот, скажем, в Приднестровье недавно были выборы президента, мы там активно работали, проводили exit pool, опрос на выходе. Вот, сейчас в Армении готовятся, так сказать, выборы парламента, в конце марта они пройдут. Там мы проводим опросы, ну, и так далее, и тому подобное. Значит, в дальнем зарубежье иногда тоже проводим опросы. Скажем, в Соединенных Штатах Америки вот в прошлом году проводили опросы об отношении американцев к России, к нашей политике, к Владимиру Путину и так далее. Но это, конечно, такие более эпизодические, разовые исследования. Главный фокус, повторюсь, это Россия. В России работают у нас больше ста человек на постоянной основе. Три у нас офиса, штаб-квартира в Москве, филиалы в Ростове-на-Дону и в Тюмени. Ну, а исследования в тех регионах, где у нас филиалов нет, мы проводим либо удаленно, то есть телефонные опросы используем, либо же, так сказать, договариваясь с местными командами, с местными, значит, с зоологическими службами такого регионального масштаба. Мы даем анкеты, финансируем исследования, обеспечиваем контроль, надежность данных. Ну, а они, собственно, проводят полевую часть опроса. То есть представляют интерьеров, разрабатывают маршруты и непосредственно осуществляют эти исследования. Ну, и, конечно, мы в ОВЦООМ пришли не для того, чтобы деньги зарабатывать, только, хотя кто же откажется от денег в наше коммерческое время. Мы, конечно, пришли, потому что нам интересно открывать, узнавать новое. Это вот главная такая мотивация людей, которые связывают свою жизнь с наукой. Поэтому мы, кроме того, чтобы выполнять коммерческие заказы или заказы государства, значит, стремимся открывать новое, стремимся описывать это новое. Для этого мы издаем журнал электронный, называется «Мониторинг общественного мнения. Социальные и экономические перемены». С 2002 года он выходит. Мы активно взаимодействуем с ведущими вузами Российской Федерации. У нас есть так называемые базовые кафедры в высшей школе экономики, в ГИМО и еще в ряде московских вузов. Проводим разнообразные конференции научные, конкурсы для студентов. Семь лет уже проводим конкурс на высшую студенческую работу по социологии. Через три недели будем подводить итоги. Пока еще крымчан не было среди победителей. Но, надеюсь, появится когда-нибудь. Следующий слайдер. Теперь, как мы проводим опросы. Легче всего опрашивать людей на улицах. Может быть, у вас многих здесь сидящих есть опыт, когда, скажем, на площади какой-то или в каком-то мероприятии культурного, развлекательного, в гармонке, или в торговом центре подходили и просили уделить несколько минут, для того, чтобы ответить на ряд вопросов по любой теме. И, наверное, кто-то из вас соглашался, а кто-то нет. Потому что не видит пользы какого-то практического смысла, или есть другие дела, нужно бежать по ним, время дорого и так далее. Вот это уличный опрос. Это самая примитивная, но распространенная технология. Мы довольно редко ею пользуемся. Мы делаем большую ставку на квартирные опросы. Это когда наши интерьеры, каждый получает специальный маршрут по карте города, специальные инструкции, идти по четной-нечетной стороне, заходить в каждый пятый дом, в каждый такой-то подъезд, этаж, в каждой квартире опрашивать, предположим, самого старшего по возрасту человека. В общем, все очень детально регламентируется. И квартирные опросы дают обычно очень хорошие результаты, но при условии четкого выполнения методики. А четкого выполнения методики удается довольно редко. Увы, увы и ах. Поэтому мы чем дальше, тем больше уходим от квартирных опросов в пользу телефонных опросов. Сегодня больше 50% опросов российских французов уже упакают по телефону. Когда-то и мы, и наши клиенты, и заказчики не любили этот метод опросов, полагали, что он дает результаты кривые, косые. Но сегодня наша индустрия исследовательская, а в нее входят, кроме тех трех компаний, о которых я уже сказал, порядка еще трех сотен больших и маленьких компаний по всей стране, вот индустрия в целом уже приняла, научилась проводить качественные телефонные опросы. Есть телефонные базы, есть колл-центры, где работают профессиональные интервьюеры, значит, есть специальные программы, есть навык аудиозаписи любого интервью, который мы берем по телефону. Соответственно, есть возможность контроля, проверки, можно всегда прослушать, все ли вопросы были заданы. Вот. И так далее и тому подобное. Значит, есть определенное ограничение у этого метода. Ограничение называется коммуникативная ситуация. Вы понимаете, когда, значит, впервые в жизни, значит, вы по телефону общаетесь с человеком, который задает вам какие-нибудь вопросы, которые вам кажутся деликатными, то вероятность того, что вы будете откровенно, значит, с ним говорить, она не стопроцентная. Вот. Вот это и называется ограничение коммуникативной ситуации. Если же вы лично общаетесь с человеком, пусть тоже вы его видите первый раз в жизни. Ну, вы, так сказать, видите его, может быть, вы даже пригласили его в дом и даже решили напоить его чаем. Ну, в общем, вы общаетесь 10-15 минут, но уже возникает какое-то такое пространство ограниченного доверия. Синдром попутчика, значит, да, в поезде. Все же знают. Ты, скорее всего, никогда не увидишь этого человека, поэтому можно ему выложить все. Вот. А, к сожалению, телефонные опросы этот фактор не обеспечивают, хотя наши американские коллеги, которые, собственно, в свое время и придумали, как вообще можно людей опрашивать, чтобы получать достоверные результаты, они дают очень простую рекомендацию. Если вы, оператор колл-центра, интерьер колл-центра, значит, который обзванивает людей и пытается их вовлечь в диалог, вы должны улыбаться. Эти люди вас не видят, ни в коем случае. Вот. Но вы должны улыбаться, и люди по голосу, так сказать, неосознанно понимают, что вы к ним расположены. Вы доброжелательно настроены, у вас нет каких-то там задних мыслей, негативных целей, злых умыслов. Вот. Представляете? Работает. Как ни странно. Вот. Ну да ладно. Не будем сейчас на этом застревать. Вот телефонные опросы. Сейчас это основной метод. И благодаря тому, что мы научились проводить качественные телефонные опросы, с 9 января этого года, первого учтения, мы запустили впервые в Российской Федерации, на постсоветском пространстве, тоже впервые, ежедневные опросы. До этого мы проводили опросы еженедельно, в течение пятницы, субботы, воскресенья. До этого когда-то их проводили ежемесячно, а теперь мы их проводим ежедневно. И 600 человек в день мы опрашиваем. По самым разным опросам. Вот. Для чего это нужно? Для того, чтобы, так сказать, быстрее реагировать на новости, на какие-то инициативы, события, выступления. Но прежняя технология, значит, квартирных опросов, которые реализовывались в течение недели, иногда приводило к тому, что сегодня что-то произошло, а результаты опроса общественного мнения мы имеем дней через 8-10. А тема уже ушла, как говорят, журналисты или политики. Время дрога. Время спрессовалось. Событий все больше и больше. Тут нужно реагировать кому нужно. Политикам нужно, журналистам нужно, бизнесменам тоже нужно, да? Как тем, кто делает бизнес со скоростью мысли, в кавычках. Вот поэтому мы предложили им впервые в России вот такой продукт, мне кажется, очень эффективный, и назвали его спутник. Вот. Но это, конечно, метафора, спутник. Вот. Все помнят, как в 57-м году Советский Союз запустил искусственный спутник Земли впервые, и это слово вошло в большинство языков мира, потому что это был действительно прорыв в космос. Вот для нашей индустрии это тоже такой прорыв. Но, к сожалению, мы не первые здесь в мире, вот, как наши предшественники из космической отрасли. Мы третьи. Кроме нас ежедневный опрос делают в Соединенных Штатах Америки, компания Гэллоп, и в Великобритании, и в континентальной Европе такой опрос ежедневный делает компания ЮГОВ. ЮГОВ, ну, ЕОГОВМЕНТ, да, это твое правительство, так называется, правительство, компания. Правда, вот эта компания ЮГОВ делает опрос не телефонный. И тут мы переходим к еще одному методу, опросы по интернету. Вот. Мы это уже сейчас занимаемся, но пока скорее в экспериментальном ключе. Почему? Потому что у нас так называемый уровень проникновения интернета пока составляет около 70%. Что это значит? Это значит, что в аудитории 18 лет и старше около 70% россиян хотя бы несколько раз в месяц заходит в интернет. Ну, конечно, в аудитории моложе 18 лет, этот процент гораздо выше. Но эти ребята пока не имеют права голосовать. Соответственно, не являются политическими игроками. Хотя скоро это право, конечно, получат. Так вот, в Соединенных Штатах, в Великобритании, вот уровень проникновения интернета, он выше, он уже зашкаливает за 90%. И там, соответственно, через интернет можно добраться почти до всех. У нас пока не так. Но ситуация быстро меняется. Тут есть пример, кстати, хороший с телефонными опросами. Ведь некоторое время назад почему еще телефонные опросы в России не делали? Потому что уровень телефонизации у нас был примерно 76-77%. Вот он так очень медленно-медленно-медленно рост, а потом перестал расти. Но затем к нам пришли массовые, дешевые, сотовые телефоны. И сегодня уровень телефонизации в России 130%. То есть телефонов больше, чем людей. И это сделало возможным качественный телефонный опрос. Вот, я думаю, уровень проникновения интернета через какое-то время тоже достигнет. Значит, необходимой планки. И через несколько лет мы будем уже основные опросы проводить в интернете. Это быстрее, это проще, и это, что немаловажно, дешевле. Потому что опросы — это дорогое удовольствие. Пойдем дальше. Следующий слайд. Ну, теперь подходим уже к содержательным аспектам. Поговорим о социальном самочувствии людей, россиян. О проблемном рейтинге, проблемном фоне, о страхах и об ожиданиях. Следующий слайд. Да, ну вот здесь мы поработаем с так называемыми индексами. Что такое индекс в нашем случае? Индекс — это просто удобная форма представления данных. Вот мы задаем какой-то вопрос, предположим, здесь возьмем пример. А как бы мы оценили нынешнее экономическое положение России в целом? И предлагаем на выбор нескольких вариантов ответа. Какие? Очень хорошее, скорее хорошее, скорее плохое, очень плохое. Ну и, конечно, всегда можно выбрать вариант, затрудняюсь ответить. Соответственно, пять вариантов. И для того, чтобы представить результаты, мне нужно нарисовать вам пять кривых. Почему кривые? Потому что мы эти вопросы задаем летом, да? Но, в частности, этот вопрос мы задаем за 2004 года. Значит, уже 13 лет. И кривые — это, собственно говоря, движение вот этих вот самых общественных настроений на длительный перспектив. Вы можете сейчас не вглядываться, я все внимательно программентирую. Пока я объясняю смысл самого индекса. Но для того, чтобы представить вам результаты, как я уже говорил, да? Сколько вариантов ответа, столько и кривых должно быть. И это довольно сложно для понимания. Вот, чтобы вас не мучить, а представить вам более, так сказать, в таком концентрированном свернутом виде, мы и, так сказать, интегрируем результаты ответов в так называемый индекс. Чем выше индекс, тем, значит, лучше все. Вот индекс может быть в положительной зоне, то есть с плюсиком, может быть в отрицательной, с минусиком. Если он в положительной зоне, это значит, что те, кто оценивает, ну в данном случае, состояние российской экономики, как хорошее, либо очень хорошее, больше, чем те, кто оценивает его как плохое и очень плохое. Если индекс отрицательный, то значит наоборот. Значит, оценки преимущественно скептические, критические, пессимистические. Вот, и так как мы, повторюсь, делаем эту работу уже достаточно долго, то мы можем некоторый вектор видеть, куда все идет. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы все шло всегда вверх, но даже сложная штука. Поэтому здесь я вашему вниманию предлагаю три индекса. Все они касаются оценки положения дел в стране в целом. Не у себя любимого, не в своей семье, не в своих родных и близких, а в стране в целом. Как мы можем оценить состояние дел в стране в целом? На основании чего? В каких источниках информации? Средства массовой информации, в первую очередь, конечно. Ну, добавим сейчас интернет. Что еще? Какие есть у нас источники? Личные наблюдения. Как? Личные наблюдения. Личные наблюдения, личный опыт, конечно. Если мне средства массовой информации говорят, что все в стране прекрасно, я чувствую своим карманом, что там вот одни дыры, то, наверное, личные наблюдения будут как-то перевешивать. Кстати, как следствие недоверия к средствам массовой информации. Но есть еще сарфанное радио, так называемое. Слухи, ходят слухи по домам. Вот это все такие базовые источники информации, которые каждый человек в той или иной пропорции, как коктейль, смешивает по-разному, использует. Конечно, если мы задаем человеку вопрос касательно ситуации, скажем, в стране в целом или в регионе в целом, то здесь доминирует не личный опыт, это просто невозможно, так сказать, на основании личного опыта все это, если ты, конечно, не экономист, не статистик, не, так сказать, планировщик, а обычный инженер, предположим, или даже журналист. Вот, если же мы задаем вопросы о личной ситуации, что с вами происходит, то здесь, конечно, роль средств массовой информации невелика. Здесь доминирует личный опыт. Вот, следующий слайд будет как раз про личную ситуацию. Пока давайте посмотрим, что же... Нет, нет, это самое... Давайте назовем... Ага, значит, давайте посмотрим, что в стране в целом, по мнению россиян, происходит. Вот, три кривые, красная, Синяя — это индекс оценок политической обстановки. Синяя — это индекс оценки экономической ситуации в стране, и желтая — это... А, нет, желтая — это оценки экономической ситуации, а синяя — это, так называемый, общий вектор развития страны. То есть, по сути, это ответ на вопрос, а насколько мы согласны с тем, что дела в нашей стране идут в правильном направлении? Это не про политику, не про экономику. Это про все вместе. Самое главное — это про будущее. Мы туда идем, мы ли не туда. Давайте обратим внимание, что в принципе эти три индекса, они двигаются более-менее синхронно. Тут желтый, может быть, вам не очень хорошо видят, но тогда поверьте на слово. Более-менее синхронно. То есть и пики, и спады, они, так сказать, идут кучно. Соответственно, что мы можем сказать? Значит, ну вот 2012 год, в 2012 году, это вот первый пик, там где цифра 59, 63 и так далее. Значит, был такой, так сказать, довольно позитивный период. Дальше мы видим, что в течение 2013 года такое медленное снижение, там провал, конечно, 2013 года, существенный. И весна 2014 года, всплеск позитивных оценок. Понятно, что было в 2014 году, Крымская весна, которая не только в Крыму, но и во всей России, значит, стала самым главным событием. Ну, а после этого мы видим, что оценки постепенно начинают снижаться. И происходит буквально в второй квартал 2015 года обвал. Такой вот, мы вот падаем. То есть эффект Крымской весны, позитивный, такой даже отчасти эйфорический, начинает исчерпываться. И эмоции, так сказать, позитивные начинают поступать в место спокойным, осторожным или даже негативным. Ну, потому что экономическая реальность поменялась. Потому что осенью 2014 года стартовал экономический кризис. В декабре 2014 года упал рубль. Цены на нефтяк фалились. Еще и санкциями нас пропечатали. Потом мы ответные санкции ввели, что тоже сработало, значит, не в пользу на некоторое время нашему рынку продовольственному. И так далее. В общем, 2015 год стал очень тяжелым. Мы падали и, так сказать, упали на определенное дно. Вот видим такой в левой части экрана, значит, там несколько точек. Мы так на более-менее одном уровне. Это вот период с середины 2015 до конца 2016 года. Вот на этом дне мы лежали. Уже не так все было оптимистично. А в самом конце 2016 и в начале 2017 года мы видим новый всплеск. Новый рост оценок. Что это такое? Отражение какого-то нового тренда, подъема экономического. Или хотя бы стабилизации. Или надежды на то, что такой подъем не за горами. Это большой вопрос. Будем смотреть. Пока мне кажется, что это скорее надежда. Люди не получают ли в течение довольно долгого времени плохих новостей. Рубль больше не падал. Наоборот, он стал укрепляться. Цены на нефть тоже более-менее стабилизировались. А все понимают, какое значение цены на нефть имели для российского бюджета. Ну и, скажем так, на разных фронтах международной дипломатии нам стало вроде бы немаловажно. В общем, нам всем показалось в конце 16-го года, в начале 17-го, что дела начинают постепенно-постепенно улучшаться. Конечно, это может оказаться ложной надеждой. Увы. А может и реализоваться. Поэтому работа у нас интересная. Наблюдаем буквально каждый день. Делаем открытие. За этим, собственно говоря, и приходили. Вот, в этого отрасли. Делают прогнозы. Конечно же, иногда они сбываются. Иногда, увы, нет. Зафиксируем. Значит, тяжелый период мы прошли в течение двух последних лет. Период снижения социального оптимизма. Период улучшения оценок и политической ситуации в стране, и экономической, и вектора развития страны. Но сейчас этот период, похоже, завершается. И вновь у нас начинается, так сказать, возгонка социальных ожиданий. Давайте следующий слайд покажем. Теперь мы уже говорим не о стране в целом, а о себе любимых. Теперь мы здесь представляем данные по ответам на вопрос. А в какой мере вас устраивает сейчас жизнь, которую вы ведете? Это зеленая кривая. Следующий вопрос. Как вы считаете, через год вы и ваша семья будете жить лучше или хуже, чем сейчас? Это так называемый индекс социального оптимизма. Желтая кривая. И, наконец, красная кривая. Это индекс самооценок материального положения. То есть, ответы на вопрос. А как вы оцениваете в настоящее время материальное положение вашей семьи? Ну, то есть, хорошее, скорее хорошее, плохое стоящее и так далее. Ну, мы видим, что оценки положения у себя любимых существенно выше, чем в стране в целом. В любой период. Вот. Обратите внимание на то, что ситуацию в стране в целом мы оцениваем хуже, чем ситуацию у себя. Это вот такой определенный эффект черных очков. Он, кстати, не во всех странах присутствует. Но вот в России и на Украине он ярко выражен. Причем не только сейчас, а вот на протяжении, как минимум, последних 10-15 лет. А вот, скажем, в Казахстане и ряде среднеазиатских стран, там, наоборот, эффект розовых очков. Там ситуацию у себя, в себе оценивают хуже, чем ситуацию в стране в целом. Но причинах этого сейчас не будем говорить, иначе, кстати, не успеем по более интересным темам пройтись. Ну вот, значит, резюмируя этот слайд, опять-таки, мы видим, что конец 16-го, начало 17-го года, опять начинают идти вверх все кривые. И кривая красная – индекс самооценок материального положения, и кривая желтая – индекс социального оптимизма, и кривая зеленая – индекс удовлетворенности своей жизни. Но пока есть еще куда расти. А здесь есть некий бенчмарк, да, значит, планка, до которой надо стремиться. Эта планка, абсолютный максимум за все время измерения – это, опять-таки, первый квартал 2014-го года. Время, когда Россия почувствовала, что она что-то значит, что-то может, что-то решает сама. И никто ее решение пересмотреть не в силах. Представьте, какой мощный эффект был Крымской весны. Даже сказался на самооценках материального положения. Ведь зарплата же не выросла ни у кого за те месяц-другой. Ну, потом, наверное, выросла у некоторых. А у других сократилось за счет инфляции и прочих других факторов. Вы представляете, насколько… Вот здесь мы опять подходим к, так сказать, дискуссии о природе общественного мнения. Люди нам говорят правду или врут? Часто нас так спрашивают. А мы говорим, они и не врут, и правду не говорят. Они отражают свою точку зрения на настоящий момент. Но они нигде у нас не расписываются кровью. Что эта точка зрения останется у них хотя бы на день, еще не говоря уже о неделе, месяце и так далее. Знаете, эффект? Встал не с той ноги сегодня. А завтра опять все вроде нормально. Вот. И мы, конечно, все эти эффекты тоже ловим. Ну, нет ничего более быстротекущего, подвижного, меняющегося, неверного, чем мутные воды общественного мнения. Вот с чем приходится работать. Но что-то все-таки удается узнавать. Следующий слайд, пожалуйста. Карта страхов. Вот важный аспект. Тоже международная методика, не наша. Что же американцы придумали, выделили. Десяток самых распространенных страхов. И два года назад стали спрашивать людей. Значит, а как вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в вашей жизни? А дальше уже варианты проблем подставляли. Вот мы видим, что две самые верхние пивы, красные и зеленые, они на протяжении всего периода измерения, с января 2015 года, да, то есть уже два года, слишком, они лидируют. Они самые высокие. Это значит, озабоченность этими проблемами самая высокая по сравнению с другими. Значит, люди ожидают появления в своей жизни, с наивысшей вероятностью, именно этих двух проблем. Что это за две проблемы? Ну, красная пивая – это международная напряженность, конфронтация между странами, военные действия. И вторая проблема, и второй страх – это страх экономический. Стали слишком дорогими или исчезли из продажи привычные товары, обесценились сбережения. В общем, жить стало не так вольгодно, как и раньше, если когда-нибудь живут вольгодно. И мы видим, что на протяжении этих двух лет эти два страха идут более-менее синхронно. Иногда один выскакивает вверх, иногда другой, но в принципе, значит, две напасти. Эти 24 месяца последние нас терзают. Страх внешней конфронтации, реализовавшейся, конечно, уже. У нас две войны на руках в данный момент. И, конечно, страх экономический тоже реализовавшийся, потому что уже в 25-м году мы находимся в экономичном визе. Хорошая новость состоит в том, что 8 других страхов не кажутся россиянам вероятными. В том числе, что интересно, страх роста преступности. Значит, вот рост преступности у нас сейчас, какой там цвет у нас? Полонение, снижение. Синий. Синий, ну что-то в этом роде. Да, в общем, разгул преступности. Мы видим, что он там около вот этой вот прямой, которая отделяет, так сказать, позитивную область положительного значения от области отрицательных значений. Вообще, по нашему опыту, экономический кризис всегда способствует разгулу преступности. Ну, причины понятны. Вот. Но в этот раз, в этот кризис этого не произошло. Люди боялись, ожидали. Но, по факту, мы видим, что эта озабоченность не приняла всеобъемлющий характер. Значит, проблемы со здоровьем, конечно, очень важны, но не слишком актуализированы последние два года. Ну, по крайней мере, не выходят за рамки обычных. Что еще? Беспорядки, конфликты внутри страны, политические, национальные, на политической, национальной и религиозной почве. Вот это тоже известный страх, но он не слишком сильно выражен. То есть, у нас нестабильность, скорее, по периметру границ, ну, я говорю, политической, военной нестабильности, чем внутри. Внутри все достаточно ровно, спокойно, управляемо, предсказуемо. Значит, и вот смотрите, самая нижняя кривая, такая тоже голубоватого цвета, это конфликты в семье, разрыв с близкими людьми. Вот это тот страх, ну, который, конечно, существует, и он очень важен, потому что семья для России – это самая главная ценность. Последние лет 20. Но вероятность наступления этих конфликтов и разрывов россияне оценивают как наименьшую из всех 10 страхов. Мне кажется, это хорошая новость. Семья остается прочным тылом, который позволяет нам выносить удары судьбы. Давайте пойдем дальше. Да, проблемный фон. До сих пор мы говорили о страхах, а теперь о проблемах. Какие проблемы самые острые в вашей жизни? Такой вопрос мы задаем регулярно, на протяжении многих лет, раз в месяц. Причем мы не даем подсказок. Вот здесь я должен вам сказать, что есть две методики вопрошения, формулирования вопросов. Есть вопросы так называемые открытые и закрытые. Что значит закрытые? Закрытые – это когда мы не только формулируем вопрос, но и даем вам варианты ответа, из которых вы можете выбирать. Ну, как тест на ЕГЭ, если вы знаете, что это такое. Значит, и есть вопросы открытые, когда мы никаких вариантов не придумываем, никаких подсказок вам не даем, а даем вам только полную свободу. Значит, что хотите, то и говорите. А мы внимательно запишем и скажем, что получилось в ответ. Вот раньше мы проблемный фон мерили так называемым закрытым вопросом, получали одни результаты, теперь мерим открытым вопросом, получаем совершенно другие результаты. В качестве примера, как вот действует методика, это чисто методический эффект, так называемый, да? Вот в первые десятки проблем вы сейчас не увидите проблему коррупции. Почему? Потому что ее не существует. Конечно же она существует. Мы все знаем, что мафия бессмертна, да? Ну, что, как говорилось, когда-то. Ну, вот смотрите, когда мы людям предлагали список проблем, это вот тот самый закрытый вопрос, да? И там обязательно, конечно же, была одна из проблем коррупции. Эта проблема регулярно входила в топ-3. Ну, в первую тройку. А когда мы перестали пугать людей коррупцией и спросили, а что же вас по-настоящему волнует? Она сразу опустилась, ну не исчезла вообще, но опустилась к концу первой десятки. Это вот пример, какие страхи существуют латентно, скрыто и могут быть актуализированы, ну, например, информационным фоном. Вот взяли какого-нибудь министра, да, или полковника МВД с 8 миллиардами рублей в заначке. Вот. Этот страх тут же, конечно, актуализируется. Ну, как же так, да? Простой полковник, а сразу 8 миллиардов. Конечно, боимся коррупции. Но затем поговорили и забыли. И актуализируют, ну, как сказать, на первый план выходят те проблемы, которые по-настоящему нас волнуют. А волнует нас, вот смотрим, экономика. Зеленая кривая, самая высокая. Волнует о нас больше всего. И связанные с этим проблемы низких зарплат, низкого уровня жизни. Вот это главное на протяжении последних трех лет, что, так сказать, выпирает, значит, лидирует в проблемном фоне. Дальше, что нас беспокоит? Беспокоит нас состояние системы здравоохранения. Вот в левом углу вы видите там циферка 15 с, так сказать, синей кривой. Это значит, что 15% опрошенных назвали самой острой проблемой состояние системы здравоохранения. И вы можете обратить внимание на то, что за последние три года актуальность этой проблемы все время росла. Начинали с 9%, когда росли до 15%. Скоро уже можем сказать, что удвоилась обеспокоенность. Это все происходит на фоне реформы системы здравоохранения. Реформы всегда делаются, чтобы было как было лучше. Но пока люди говорят, что скорее всего ухудшаются, чем улучшаются. Это вот такой вердикт, жестокий диагноз нашей реформы здравоохранения. Это, конечно, сигнал, что надо что-то делать. Что еще не радует? Ну, конечно, безработица не радует. Вот 13% говорят о страте этой проблемы. Ну, мы ее можем, так сказать, объединить, интегрировать с другими проблемами экономического плана. Так, что еще? Да, высокая инфляция. Вот хорошая новая, смотрите, красная кривая, высокая инфляция. 12% об этом говорят. А в декабре 2014 года, больше двух лет назад, это вот крайняя левая, так сказать, сторона графика, 22% говорили. Претерпелись. Нет, не претерпелись. Ну, претерпелись тоже, конечно, претерпелись. Адаптировались к новому, так сказать, соотношению, новому уровню. Но на самом деле мы видим, что где-то вот на протяжении уже полутора лет озабоченность людей высоким ростом цен, то есть инфляция, сниживается. И, кстати, это случай, это пример, когда наши данные, данные, так сказать, субъективных оценок людей, ведь каждый из нас субъективен, да? Вот, не обладает полустрой информацией визе. Вот эти данные очень хорошо бьются с объективными показателями, которые фиксирует Росстат, статистическая служба, которая говорит о том, что у нас сейчас инфляция составляет 4%, это самая низкая инфляция, но имеется в виду по итогам, нет, не 4%, да, все-таки 5% с небольшим процентом, по итогам 2016 года, самая низкая инфляция за последний четверть века. Мы видим, что красная кривая снижается, то есть меньше тем, кто озабочен ростом цен. Да, значит, цен не уменьшился. А куда же уходит озабоченность? Совершенно верно. Озабоченность уходит в вопросы, связанные с экономикой, потому что цены расти почти перестали, а вот доходы расти не начали. Цены-то уже выросли. От частного к общему, да, то есть тревога уходит от частных каких-то проявлений к более общим, интегральным. Ну, я бы сказал чуть иначе. Ухудшение, да, вот критическая фаза, фаза падения, снижение экономических показателей, она уже завершилась. То есть мы достигли, в каком-то смысле, дна экономического летом, начало осени 2016 года. И после... да, но на дне лежать как-то очень неудобно, не хочется. Хочется вот с этого оттолкнуться и пойти вверх, чтобы создавались новые коллективы, там, высокооплачиваемые рабочие места, чтобы на тех рабочих местах, которые уже есть, зарплата увеличилась, чтобы пенсии увеличивались, там, или хотя бы индексировали, как по закону требуется, и так далее, да? Вот, чтобы заводы новые открывались. Всего же нам этого хочется, но пока эти желания не реализованы. Ухудшения уже нет, улучшения еще нет. Мы зависли в таком междумелье. Вот, поэтому озабоченность экономической ситуации, она и самая острая. Хотя озабоченность ситуации снижается. Пойдем дальше? Да, вот. Завершим мы разговор о социальном самочувствии, уровнем счастья. Счастье, что такое счастье? Есть у кого-то определение? Это хороший социологический вопрос. Состояние души, вот тут прозвучало. Но, наверное, есть и другие. Ветериня, филологические точки зрения. Да, мир самим собой. Это когда должное совпадает с данным. Отношения, да. Масса есть определений счастья. Более того, есть смелые люди, в основном экономисты, которые считают, что умеют измерять счастье. Они конструируют сложные модели и говорят, что в счастье есть сторона материальная, сторона духовная, сторона даже климатическая. Климат же тоже оказывает влияние на состояние нашей души и так далее и тому подобное. Ну, в общем, есть несколько моделей, конкурирующих между собой. И по этим моделям считаются разные страны, составляются рейтинги, самых счастливых стран и так далее. Россия там никакого не лидирует, конечно. Вот, лидируют торпические островы обычно. Вот. Значит, мы не берем на себя такую большую ответственность. Мы не знаем, что такое счастье. Мы его не конструируем. Мы просто задаем вопрос, а вот вы счастливы или нет? Вопрос не так прост. Вопрос не так прост, может показаться, потому что мы на основании многолетних наблюдений выяснили, что вообще говоря, люди у нас не очень любят признавать себя несчастливыми. Вроде бы, с одной стороны, мы все так любим прибедняться и жаловаться на жизнь, и говорить, что, ой, зарплата маленькая, там, начальник идиот, там, и вообще, значит, погода не нравится. А когда мы спрашиваем, а вы вот все-таки счастливы или нет, положа росту на сердце, объясняется, что признать себя несчастливым очень тяжело человеку. Вот это интересный результат, надо над ним помозговать, поразмышлять. Ну, так сказать, представляю каждому возможность это сделать наедине с собой. А здесь я просто, значит, прокомментирую результаты. Вот смотрите, индекс счастья – это фиолетовая кривая, которая дана пунктира. Смотрите, это опять-таки индекс, напоминаю, индекс – это интегрированный результат, который демонстрирует динамику. Больше у нас счастливых становится или меньше? Ну, вот смотрите, здесь на этом графике приведены данные с апреля 2011 года и по ноябре 2016. Скоро, кстати, в марте будем новые замеры делать. Мы два раза в год спрашиваем весной и осенью, потому что сезонный фактор тоже имеет значение. Понятно, что если в феврале замеряетесь, всегда счастливых будет гораздо меньше, чем, например, в июле. Значит, смотрите, стартовали мы с 42 пунктов в апреле 2011 года, а последняя точка – ноябрь 2016-го – 66. Представляете, то есть вот за всего лишь 5 лет у нас на треть стало больше тех, кто называет себя счастливыми людьми. Ну, меньше тех, кто несчастлив. Это не рекорд, не предел. Рекорд мы зафиксировали в конце 2015 года, было даже 70 пунктов. Ну, с тех пор некое снижение. В общем-то, я ожидаю, что следующий замер мартовский даст, наоборот, определенный рост. Почему? Потому что, только что мы с вами видели данные, время, период такого пессимизма, скептицизма, критичности в оценках, он отошел. И сейчас мы, наоборот, находимся на восходящем этапе. Сейчас мы верим в то, что рост, подъем, улучшение возможны. Ну, если не реализуются эти ожидания, будут, конечно, разочарования. Чем выше ожидания, тем больше разочарования, если ожидания не реализовались. Ну, будем надеяться, что все-таки реализуются. Следующий слайд. Теперь поговорим о России в мире. Как мы себя видим в этом мире, как мы видим другие страны, наши отношения с ними. Чего боимся, на что надеемся. Следующий слайд. Да. Как вы считаете, какое влияние имеет сейчас Россия на международные дела? Такой вопрос мы задаем. Это верхняя диаграмма. Значит, тут приведены результаты трех опросов. Опросов 2008 год, 2014 год и 2016 год. Чем 2008 год запомнился? Это война на Кавказе. Война с Грузией. А в августе. Опрос был после нее. Но что мы видим? Уже тогда, в 2008 году, 44% опрошенных полагали, что Россия имеет довольно большое влияние на международные дела. И еще 14%, что очень большое. Если сложить эти два варианта ответа, то получится, что порядка 58% полагали, что в России, в общем, что-то значит. Да не что-то, а много значит. Так, пойдем дальше. 14-й год. Сама оценка резко растет. Уже 25% говорят, что довольно, вернее, что очень большое влияние Россия имеет на мировые дела. И 57% довольно большое. В совокупности, получается, аж 82% полагали, что Россия много значит. Ну, прошло еще два года, и оценки чуть стали более осторожными. Но в совокупности, получается, 75% все-таки полагали, что Россия имеет большое влияние на мировые дела. Не такая эйфория, как в 2014 году, когда казалось, что там море по колено. Соединились с Римом, значит, и дальше Киев, Берлин, это везде. Но такие были шамкозакитайские настроения. Сейчас холодные души определенные мы приняли. Оценки стали более скромными. И тем не менее, три четверти опрошенных полагают, что Россия имеет сегодня большое влияние на международные дела. И это, кстати, один из ответов на вопрос, почему у нас даже на фоне экономического кризиса такое более-менее спокойное, уверенное состояние отношения. И отношение к нашим волостям, кстати, в том числе, позитивное. А теперь перспектива. Что будет дальше? Сможет ли Россия, на ваш взгляд, в ближайшие 15-20 лет стать великой державой или нет? Вот здесь три варианта мы дали. Да, скорее всего, станет, скорее всего, не станет. И ничего, как бы, станет, не станет. Россия уже является великой державой. Такой вариант тоже возможен, конечно же. Статистически это так оно и является. То, что великая держава, это так, которое имеет постоянное место в Совете Безопасности. Таких всего пять у нас в мире. Ну да ладно. Значит, с 2003 года мы этот вопрос задаем. Вот смотрите, в 2003 году только 12% опрошенных россиян полагали, что Россия уже является великой державой. Еще 40% полагали, что скорее всего, страны. 36% не верили в то, что есть Россия как великой державой место на карте мира. Ну, затем, не буду сейчас все описывать. Вот к чему мы пришли в 2015 год. Последний опрос был на эту тему. Скорее всего, летом этого года повторим. Смотрите, в 2015 году уже 26% уверены, что мы и сейчас великой державой. И 49% не сомневаются, что в течение ближайших полутора-двух десятилетий мы таковой станем. А доля пессимистов, тех, кто считает, что не бывать нам великой державой, упала в два раза. Вот до 18%. Вот некое резюме, некое послевкусие, значит, некая, так сказать, оценка той вовлеченности в международные дела, очень высокой, очень интенсивной и, кстати, дорогостоящей, конечно же, которую мы переживаем последние несколько лет. А Вы за какую категорию голосовали? Я не имею права голосовать. У нас в этическом кодексе исследователей общественного мнения написано, что мы не можем опрашивать своих коллег-социологов, журналистов, психологов и еще несколько, значит, извращенных категорий. Шутка. И членов общественной палаты. Членов общественной палаты, да? Нет, членов общественной палаты можно. Значит, я, конечно, если бы меня этот вопрос задали, я бы, конечно, выбрал вариант России. Сейчас является одной из великих держав. Я напомню, мы одна из двух стран мира, которые могут в течение часа... Сам вопрос провокационен достаточно. Нет, мы не провокационен, это опрос на оценку. А как Вы считаете, мы велики или невелики, или недостатки велики? И, как выясняется, еще всего лишь 14 лет назад треть опрошенных полагала, что мы невелики и никогда ими не станем. Ну, по крайней мере, на обозримую перспективу. Понимаете? Ну, имеют люди право на такую точку зрения. И у каждого же свои аргументы есть. Объясняют. Почему, например, мы невелики и жаловы? Является или сможет. Ну, вот пессимизм. Вопросе, Бог. Пессимизм, конечно, определенный был. Он так, когда это доминировал. Сейчас мы видим, пессимизм стало гораздо меньше. Идем дальше. Ну, поговорим. Запомните просто. Так, теперь санкции. Значит, отразились ли санкции враждебные на нашей стране или нет? Четыре раза мы этот вопрос задавали. Начали в марте 14-го. Значит, вот смотрите. Значит, в марте 14-го мы в эйфории. Значит, тогда еще санкции не были введены, но уже шел разговор о них в полный рост. Вот только 25% опрошенных в марте 14-го боялись и ожидали, что санкции приведут к реальным последствиям. Остальные полагали, что либо эти последствия будут незначительными, либо вообще их не будет. Ну, затем санкции были введены и еще усилены. Напомню, летом 14-го года после падения малайзийского Боинга. И опрос в феврале 15-го года уже показал, что не до шапка закидательства. 50% опрошенных в феврале 15-го года признали, что санкции уже привели к негативным последствиям, усугубили ситуацию в нашей стране. Сначала не верили, а потом хлебнули и поняли, что санкции работают, увы. С тех пор прошло время, и вот уже майский опрос 16-го года показал, что только 39% зафиксировали негативные последствия санкции. С чем-то связано с адаптацией. Нашли определенные пути, способы, претерпелись, привыкли. Пути, в том числе, входные. Через Белоруссию. Так что плохо, тяжело, но держимся. По крайней мере, эти санкции не разорвали нашу экономику в клочья, как того ожидал и даже заявил мистер Обама в свое время. Пойдем дальше. Теперь санкции, влияющие не на страну в целом, а вот на ваш карман, на вас лично. В августе 2014 года, смотрите, 92% опрошенных говорили, что никак санкции на них лично не повлияли, только 5%. Какое-то влияние.